так смотрите что мы с чего начинаем конечно мы начинаем с того что мы задаем значение соответственно у нулевое присвоить 10 R присвоить 1 C присвоить ну MF кто скажет что это морской флот что такое мы микро насколько почему микро не микро МК было бы сколько здесь 10 степени минус 3 все дальше что мы делаем давайте вы мне будете рассказывать следующий этап до этого что мы делаем правильно по нулевое я нажимаю Ваплазда копирую и получаю изображение О нулевое С присвоить 10 дальше как можно допустим решить эту схему можно отталкиваясь на то что у нас вот такая схема можно отталкиваясь от того что вот такая схема в зависимости от того какой метр вы будете выбирать если метод преобразования то есть параллельные ветки то пойдет и этот единственная проблема что нам необходимо учесть еще вот этот источник ЭДС но вот если мы имеем источник ЭДС какие другие методы вы можете назвать для решения уже схемы полученные в результате преобразования лаплас киргофы контурные токи еще метод двух узлов еще узловых потенциалов это частный случай частный случай узловых потенциалов метод двух узлов еще что еще какие методы метод наложения да принцип взаимность еще какие слова умные знаете так что мы выбираем что для вас более предпочтение да мне тоже кажется контурные токи это самый самолета что мы делаем в этом случае мы записываем уравнение для контурных токов сначала мы пишем и 11 уже в данном случае от с умножить на сопротивление контура сопротивлением контура будет у нас что диктуте р единицы деленное с но на цвет и смотрите так как мы решаем это все с помощью маткада то нам нужно и записывать тем методом которые мы с вами выберем маткаде самый простой этот какой через гивен файл да систему уравнение записали получили можно еще через матрицы решать каким методом больше вы знаете его нет ну давайте диктуете равно то есть смотрите первое отличие место равно пишем булево что я должен записать у нас с у 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 y то же самое по сути дела или нет ребята ну давайте просыпайтесь чему понятно почему нет давайте разбираться смотрите на активном элементе равно нулю все что выдает источник селы накапливается на конденсатор и пусть и от нуля с минусом равно вот здесь 10 10 поэтому мы вот этот момент пропускаем но если она у нас каким-то образом где-то будет делиться на 2 или равно 0 и условия данном случае вот этот момент четко касается поэтому я вот здесь тоже напишу понятно нет тем вот так лучше на раздела если мы по обходу контура да то не складывается а здесь на минусы а если мы стрелочку вверх поставил как я вам до этого объяснял тогда этот минус уходит отсюда и он по обходу контура все равно будет с минусом понятно сейчас будут только вот вот такие Given пишется перед системой уравнения, Find пишется после системы уравнения и внутри скобочков Find указываются переменные, которые используются в расчетах. В зависимости от того, в какой последовательности вы ставите, такое у вас и будет выводиться решение. Если я сначала поставлю И2-2, а потом И1-1, соответственно у меня будет решение в такой последовательности. Ясно? Я поэтому И1-1, С, И2-2, С. И решается в общем глине. Ну вот я так и подозревал, что не решается. Так, давайте сделаем тогда вот так. Салон, но это надо упрощать. А когда мы ставим стрелочку, то у нас решение получается в общем виде. Первая величина, это соответственно будет И1-1. Вторая величина, это будет И2-2. Понятно? И мне остается теперь уже задать И1-1. Тест присвоить и вот взять. Следующее. Следующее. Можно задать токи в ветвях через контурные токи. Соответственно И1-1 присвоить И1-1 от Тест. И2-1 присвоить. Сколько? Ну и тоже традицию не нарушаю. И3-1 присвоить. Токи в ветвях заданы. Теперь, после того, как мы получили токи в ветвях, мы можем с легкостью получить любое напряжение на любом элементе. Давайте рассмотрим, что же нам необходимо рассчитать все токи. Ну, вот в данном случае давайте остановимся на этом. Теперь мы делаем преобразование Лапласа. И1-1 от Тест. И2-1 от Тест. И2 от Тест. Давайте посмотрим сразу забегая вперед. И1-1 от Тест. И2-1 от Тест. И2-1 от Тест. И2-1 от Тест. Все сходится, да? Следующая. Ну, давайте и последующий тоже решим. Да, задача. УС. Причем обратите внимание, что вот здесь вот С, напряжение на конденсаторе, оно будет у вас вычисляться автоматически. То есть не нужно разбираться установившиеся значения, начальные нулевые условия. Косвенным образом, конечно, вы затагиваете начальные нулевые условия путем находа, когда вы определяете вот этот источник ЭДС в битве. Но после того, как вы нашли токи, вы со спокойной совестью находите напряжение на конденсаторе. Давайте посмотрим, как нам найти напряжение на конденсаторе. УЦ от С присвоить. Что мне надо сделать? И два. На что умножить? Умножить. А, здесь все поменяли. Р равно 5, Са 20. Ну, сами поменяйте. Вот Р равно 5, Са 20. А, и помножить. Да. Да. Понятно? Есть вопросы? Давайте попробуем. Да, но тут, видите, мы со старыми значениями находили. У нас старые значения это были 1 и 10 минус 3, а здесь 20 и 5. Я вам предлагаю, знаете, что сделать? Давайте рассмотрим, как бы, косвенным образом, как можно для CP второго порядка использовать то же самое. И вы увидите, что в принципе, в принципе, в принципе, то же самое везде. Будем использовать, нет? А, я верю. Давайте. Давайте тогда, знаете как. Вот эту же самую схему рассмотрим. Вот эту же самую схему. Единственное отличие, чтобы нам было проще, вот сюда, в эту ветку вы нарисовываете индивиду. Мне будет гораздо быстрее и проще получить уравнение, да, потому что те параметры. И возьмем символически равные единицы. Перерисовывайте схему. А у нас внутри, да, я почему сюда именно в эту ветку включил, потому что у нас эта ветка только включается, и начальное значение тока в первый момент коммутации было равно нулю. Соответственно, источника не будет, и у нас уравнение максимально простое будет. То есть система практически не поменяется. Чокол. Дальше можно, нет? Нарисовали все схемы? Давайте посмотрим, что в этом случае меняется. Давай сделаем так немножко обучаем. И вот здесь оно здесь практически. Я буду пока что досисывать вот здесь. Во-первых, у нас появится L вот здесь, да? Ну, просто. Это единичка. Во-вторых, в преобразовании хлоплаза ничего не поменяется, потому что источник у нас как в год, так и остается. Правильно? Поменяется уравнение. Первое уравнение у нас неизменно, потому что индуктивность, мы ее поставили в третью ветку, а в третьей ветке она в первый контур не входит. Поэтому первое уравнение у нас остается без изменения. Меняется лишь второе уравнение. Вот здесь добавляется плюс PL, да? Ну, SL. Нет, пока привычка. Вот эта величина не меняется. И эта величина тоже не меняется. Дальше все процедуры. Find у нас, конечно же, решение поменяется. И нам останется только то, что у нас здесь получится, ставить вот эти два значения. И все. Понятно? То есть, как бы такая небольшая хирость. L присвоить. Единичку я ставлю. И вот здесь добавляю плюс, да? S умножить на L. Все. Посмотрите. Во-первых, что поменялось? У нас в знаменателе порядок степени увеличился на один порядок. То есть, было S квадрат. Там плюс сколько-то. Стало S хубер. Плюс S квадрат. Плюс S. Это говорит о том, что корни характеристического уравнения у нас уже получается комплексно... О, не комплексно сопряженная, а уже получается уравнение второго порядка. Это первый вывод, который вы можете сделать. CTRL-C. Здесь CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. И вот, смотрите. Видите, какие длинные формулы? Я, опять же, повторяю, что бояться этого не нужно. Этих длинных формул. CTRL-C. По сути дела, вот это и есть решение. Нам остается только его скопировать и вставить. Оно, конечно же, нам непривычно. Вы копируете его и вставляете. Стол ‑‑ Вставляете. У�им. Зrianτά. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...